В регионе продолжается работа по реабилитации жертв политических репрессий. К примеру, сотрудниками областного госархива уже подготовлено свыше 20 тысяч коллекций документов для исследователей. Активно подключается и архив департамента полиции. Проводимую работу по изучению истории репрессий обсудили сегодня на очередном заседании региональной комиссии, прошедшем под председательством заместителя Акима области Мирамбека Шармагамбета. Напомним, региональная комиссия по вопросам реабилитации жертв политических репрессий была сформирована в начале этого года. В ее состав вошли представители соответствующих госорганов, ученые, краеведы, представители общественных организаций. В настоящее время членами рабочей группы проводится исследование по 10 утвержденным направлениям в архиве департамента полиции и Актюбинского областного госархива. В частности, работы ведутся в двух архивах. Это в областном архиве Актюбинской области, а также в архиве департамента ДВД, куда были сданы в свое время весь секретный архив КНБ, КАЗ СССР. В частности, в архиве ДНБ нам департамент полиции создал буквально все условия, работы начались. Там имеется около 400 личностей, документы на них, которые до сих пор не реабилитированы. И первые документы работы мы с ними уже начали. Изучение архивных документов прошлого столетия достаточно долгий и трудоемкий процесс, утверждают ученые. Есть даже записи как на латинском, так и на арабском языках. Порой только, чтобы рассмотреть одно дело, необходимо изучить как минимум 100 страниц. А к настоящему времени сотрудники областного госархива подготовили для исследователей более 20 тысяч таких архивных дел. Мы именно создали документы к отношениям к этой теме. То есть по реабилитации, по репрессиям у нас 16 фондов. Составили список 16 фондов. Дальше, когда по единицам хранения, то есть по делам, это более 22 тысяч дел. Архивных дел. Касательно? Касательно именно по репрессиям. Но в каждом деле я не могу сказать, что именно найдутся фамилии, данные на репрессированных. Но придется все это изучить, все эти дела. Дабы ускорить изучение истории репрессий, состав рабочей группы активно вовлекаются преподаватели, магистранты и студенты. Ведь главная задача – восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода. К слову, завершение заседания члены комиссии поделились мнениями и предложениями по вопросам дальнейшей исследовательской работы в архивах. Добавим, что при областном историко-краеведческом музее был открыт специальный телеграм-канал для формирования базы данных по реабилитации жертв политических репрессий. Продолжение следует...